Одного мужчину попросили покрасить лодку. Он принес свою краску и кисти и начал красить лодку в ярко-красный цвет, как его попросил владелец. Во время покраски он заметил маленькое отверстие в корпусе лодки и тихонько починил его. Когда он закончил покраску, получил свою оплату и ушел. На следующий день владелец лодки пришел к Малеру и протянул ему чек на сумму намного большую, чем он получил накануне за покраску. Малер был удивлен. Он сказал, но вы уже заплатили мне за покраску, сэр. Но это не за покраску, это за починку отверстия в лодке. О, но это было совсем маленькое служение. Оно не стоит того, чтобы платить мне такую высокую сумму за что-то такое незначительное. Мой дорогой друг, вы не понимаете. Давайте я вам расскажу, что произошло. Когда я попросил вас покрасить лодку, я забыл упомянуть про это отверстие. Когда лодка высохла, мои дети взяли лодку и поехали на рыбалку. Они не знали, что там было отверстие в корпусе. Меня не было дома в то время. Когда я вернулся и заметил, что они взяли лодку, я был в отчаянии, потому как помнил, что в лодке было отверстие. Представьте мое облегчение и радость, когда я увидел, как они возвращаются с рыбалки целые невредимые. Тогда я обследовал лодку и увидел, что вы починили отверстие. Теперь вы видите, что вы сделали? Вы спасли жизнь моих детей. У меня нет достаточно денег, чтобы оплатить ваше «маленькое», в кавычках, «доброе дело». Так что неважно, кто, когда или как. Продолжайте помогать, поддерживать, утирать слезы, внимательно слушать и тщательно чинить все протечки, которые вы находите. Вы никогда не знаете, когда есть кто-то, кто нуждается в вас, или когда Бог преподнесет приятный сюрприз нам за то, что мы кому-то помогли и были важными для кого-то. По пути, возможно, вы починили многочисленные отверстия в лодках для нескольких людей, даже не осознавая, сколько много жизней вы спасли.